шедевр не появляется вот просто так из ничего прежде чем создать что-то потрясающее мастер обычно должен о чем-то набить руку и таким чем-то для великолепной без дураков серии темных душ является их предшественница души демонов demon souls о ней в народе давно ходят самые приятные позитивные рассказы как замечательной игре которая иногда даже может дать фору серии dark souls как игре которая не сильно то и устарела за эти 11 лет так что я не сомневался что игра будет как минимум интересной и в итоге не ошибся игра действительно интересная и может дать фору темным душам но только лишь по нескольким моментам и эти моменты можно пересчитать по пальцам одной руки правда в том что demon souls это одна из самых скучных и технически неудобных игр из всех какие я играл за всю свою жизнь сейчас у меня середина октября 2020 года вот-вот выйдет playstation 5 и на нее будет выпущен ремейк как я понял demon souls зная силу слепого желания прикоснуться к априори прекрасному я не исключаю возможности что некоторые побегут покупать приставку ради одного эксклюзива эту сомнительную мысль я буду наглядно раскрывать на протяжении всего ролика но суть основной скажу сейчас в новостях сказано что это именно ремейка не ремастер а это по идее существенная разница то есть в трейлерах мы видим обновленную графику и вроде все красиво да для трейлера я напомню трейлеры для того и делают чтобы показать красоту но трейлеры 99 процентах случаев не совпадает с реальностью особенно если это игра от форум софтвер не так ли давайте я для простоты буду иногда называть ее душами хорошо чтобы время сэкономить а трилогию темных душ просто трилогии так вот покупать переиздание душ тем более за такую огромную сумму можно только лишь в том случае если механика игры и ее баланс будут полностью переработаны потому что иначе вы отдадите деньги за ту еще халтуру ну а теперь подробнее о халтуре сейчас я поведаю вам о собственных впечатлениях от прохождения прародителя дарк соулс кстати забыл сказать так как у меня нет сплиттера записывать изображение напрямую из плойки я не могу поэтому ездил запись экрана видеокамерой как вы и советовали к сожалению батарейка быстро садилась поэтому следуя вашим же советам я решил сделать экранку уже на мобильник ладно шучу я скачал эмулятор я просто не знаю как еще намекнуть вам что ваши советы один охренительный другого эмулятор выдал мне честных 60 кадров в 4к не зря же я себе бога машину собирал это сейчас не выпендриваюсь я просто предвижу вопли упоротых консольщиках по поводу того что я просто не могу себе позволить консоль и игру поэтому и ругая ее однако муцеррит вам еще и намек на то что не обязательно дожидаться переиздания все и так замечательно работает учитывая что даже в оригинале на третьей плойке были постоянные просадки до 20 или даже 15 кадров то эмулятор работает даже лучше я вам больше скажу даже сетевой режим работает только вот подключить его у меня получилось лишь на половине игры но это не важно главное же работает и прежде чем приступить к рассказу об игре я хочу отметить важный момент я постоянно буду сравнивать души с темными душами по понятным причинам но я отдаю себе отчет что она их предшественница и просто никак не могла быть лучше них по техническим и игромеханическим параметрам безусловно в dark souls намного лучше сделано все но факт того что эта игра предсеча не оправдывает ее кривизны вообще должен сказать что в каком-то смысле это бесценный опыт особенно для меня как человеку увлеченного лором темных душ и в принципе серии этих игр подумайте сами побыть у истоков зарождения всех идей какие мы только могли увидеть в трилогии это касается как механики так и лоровых аспектов персонажи события концепции все это бережно перекочевало именно отсюда demon souls это игра державю в которой ты постоянно будешь натыкаться на что-то и восклицать опа это уже было и в данном уникальном случае это не минус это скорее даже плюс субъективный правда но все же ну и также учтите что я не знаком с блатборном на данный момент поэтому совсем полной картины заимствования пока я пересказать не могу это как-нибудь в другой раз ну а теперь уже можно начать demon souls вышла в 2009 году и завоевала сердца игроков наверное не знаю но кому-то она точно понравилась но иначе быть не может на самом деле большой популярности игра тогда не заполучила во первых она была чересчур хардкорная культ хардкора soul серии еще не был тогда воспет а во-вторых она была и остается эксклюзивом для третьей playstation основной популярности игра заслужила только с выходом первых темных душ и распространение того самого культа хардкора который сегодня мутировал до каких-то неведомых форм призвал фантома лох играешь за мага лох с открытыми глазами прошел что ли лох тогда все было концептуально проще темные души как вы знаете действительно бросали вызов игроку на волне популярности на берег выбросила и души демонов которые не разбираясь особо тоже записали в шедевры чуть менее удобные но еще более хардкорные чем темные души ну обычно так и бывает вас удивит если я скажу что большая часть людей хвалящих demon souls ни разу в них не играла а максимум видела геймплей на ютубе удивит серьезно напрасно добро пожаловать в 21 век ну так вот оценивать игру тогда было сложно ведь основываясь на своем опыте могу с уверенностью сказать что количество нормальных плоечников яростно стремится к нулю если вы из таковых не втаптывайте в грязь людей критикующих эксклюзивы не оправдывайте каждый их косяк упершись рогом то поздравляю срочно пройдите и поставьте автограф красной книги основная масса площников готова будет разорвать тебя на кулачки если ты посмеешь хоть что-то негативное сказать даже о самом задрипанном их эксклюзиве и готова будет простить тебе любую предвзятость если ты его похвалишь сами они никогда не будут честно рассказывать о негативных сторонах эксклюзива они скорее удавятся чем признаешь что таковы и вообще есть поэтому и о душах люди могли судить только по их рассказам были мнения блогеров но масса блогеров она небольшая выборка уж больно мало и даже я не исключение я смотрю на игру через призму своего отношения к играм в принципе ну наверное это беда вообще любых эксклюзивов ладно что же из себя представляют души демонов на самом-то деле это лоскутное одеяло да создается ощущение что до прихода миядзаки делали совершенно другую игру или даже игры но потом пришел хидетака кун и сказал так берем вот это все говно и делаем из этого конфетку вот примерно так он и сказал и from software начали делать конфетку а знаете ли сложно сделать конфетку из чего бы то ни было изначально не являющегося подходящим материалом demon souls это игра концепция парад идей разработчиков притом каждый их касты отвечающие за игромеханику говорят глядите чё мы удумали дизайнеры вторят о смотрите какой красотень мы забабахали что значит неуместно мы чё зря бабахали всю ночь а их гоняет палкой миядзаки вставляя свои пять юаней в итоге мы увидели во что вылились эти идеи но тогда еще они кривовато работали в первом dark souls там идея была сформирована но еще не обкатана на большой аудитории а вот второй и третий дарки а также bloodborne это уже то как хотел бы выглядеть demon souls хотел да не смог у этой игры все эти идеи сплетены очень плохо между собой игра несбалансирована и я не только о балансе игромеханики я балансе всего музыка светотень дизайн лор здесь все несбалансировано и перекособочено честно я не представляю как все это будут исправлять в ремейке очень хочется увидеть но что-то мне подсказывает что никак потому что переделать придется всю игру с нуля вот начнем с лора сразу замечу что я и раньше знал что миры темных душ и демонических душ никак не связаны являются отдельными произведениями теперь я убедился в этом воочию я честно не понимаю как можно строить такие гипотезы на основании имеющихся фактов то что некоторые аспекты игры похожи я повторюсь тут вообще все аспекты похожи вы персонажа вообще местных видели один в один вплоть иногда до имен ведьма юрия тот мужик из балетари бьер вот это же сигмайр один в один точнее даже сигборд и так далее об этом потом в каком-то смысле такая обособленность даже лучше по окончанию истории в светлой концовке мир избавляется от большой беды и хоть он не восстановился как прежде но жизнь продолжилась темных душах жизнь ходила по кругу и в итоге мир окончательно коллапсировал впрочем толстолобиков мне все равно не убедить правда ведь ну ладно бог с ним история значит такова все вертится вокруг демонов и душ на заре времен людям дали душу а душа тут является еще источником разума уже чуете чем повеяло да и тут же появляется некий сильный демон первый демон который породил орды демонов помладше те начали понемногу терроризировать человечество иногда вылезая из параллельного мира дело в том что демоны способны забрать душу человека непонятно при этом то ли убивая то ли не обязательно убивая я видите ли не до конца просек фишку со смертью как я предполагаю что произошло люди постепенно научились управлять кое-как силой души и было создано великое сильнейшее наверное даже королевство болитария также был построен нексус географически существующий мини замок одновременно с тем ловушка душ некоторые погибшие могли тут оставаться безопасности как в чистилище а то и вовсе перерождаться и покидать его в определенных условиях еще раз хочу отметить что четкой картины лора тут нет вы думали что dark souls запутаны да вы демон соус еще просто не видели если в dark souls есть факты а на них уже строятся догадки то эти факты хотя бы состыкуются друг с другом в этой же игре фактов по минимуму и если делать историю мира то она будет полностью на одних лишь догадках которые да тоже не будут состыковаться друг с другом в общем до поры до времени у болитарии вроде бы все было хорошо но лишь до поры пока ее не окружил серый туман эта дрянь появилась вместе с первым демоном вроде и она смертельна для человека таким образом болитария оказалась отрезана от мира полностью разные королевства пытались посылать туда своих разведчиков но никто не вернулся хотя однажды один удачливый посыльный все же сумел вернуться и рассказать остальным что же там за фигня творится а творится там классика король оланд 12 решил make болитария strong again и для этого провел могучий ритуал призыва силы душ должен сказать у него замечательно получилось от этого болитария действительно стало еще сильнее а люди как раз получили знания о том как управлять силой душ либо же увеличили эти знания скорее всего именно так где-то это уже будет давайте я просто в этих случаях буду говорить где и что а не ехитничать разумеется аланд 12 послужил неким прообразом вендрика который тоже использовал силу душ для построения дранглейка и навлек этим на королевство беду вот и аланд также могущество ему дали демонические души призвав тот самый серый туман этот туман ослабил границу миров и в болитарию хлынули демоны разумеется демоны попросту задавили толпой стражу которая даже в случае временной победы теряла свои души становятся с неким подобием полых биологически они еще были живы но вот разума у них уже не было в общем обезумевшие стражники и прочие жители и орды демонов и иногда даже диких тварей вроде драконов вот как теперь выглядит местное население болитарии узнав об этом из других королевств с разными целями в болитарии хлынули искатели приключений кто-то за знанием осили душ кто-то за безнаказанностью кто-то чтобы помочь разумеется для внешнего мира они все тоже сгинули но некоторые все же добрались до болитарии и мы встретим в замкнутом королевстве мы такой же искатель приключений идущие сквозь серый туман тут бы нам и конец но с нами телепатически связывается некая женщина обещая привести к нексусу ставшему единственным связующим звеном болитарии внешнего мира с этого и начинается игра какое первое впечатление получит тот кто уже играл в соус серию впечатление дежавю механика игры не идентичная по многим важным аспектам но к примеру движение анимации управление звуковое сопровождение все это мы еще увидим и услышим при том создается даже некое странное впечатление ибо ощущение что в плане ресурсной базы создатели dark souls вообще не напрягались вытащив ее полностью из демонов то есть серьезно встретить например звук которого не будет потом в трилогии практически невозможно они есть но их настолько мало что даже как-то неуютно немного их только местами потом тасанут в итоге и все вот например звук когда персонаж не может использовать предмет в dark souls здесь является звуком поворота персонажа на месте и так во всем приходишь к мощным бронированным рыцарем и слышишь их грозное дыхание и понимаешь что точно также будут дышать серые черные рыцари квина да блин них даже анимация та же самая интерфейс логистика идентичной трилогии что еще раз доказывает души демонов были обучающим плацдармом для разработчиков и как и любая первая работа она не лишена грехов но сейчас не об этом зато ты точно не запутаешься если уже хотя бы раз бывал в лордране кстати приятно удивляют сразу две бросающихся в глаза мелочи во первых помните то свечение которое исходит от главного героя в трилогии как же она вас выбесит здесь но должен сразу отметить что здесь это свечение обоснованно у героя на поясе светящийся кристалл хотя понятно почему его не перенесли в последующей части об этом чуть позже во вторых в игре есть обучение то есть формально она была и в трилогии но там его нельзя было пропустить а тут можно к слову сказать даже локация называется обучение видно что они даже не заморачивались впрочем вернуться в нее все равно потом нельзя так что вообще плевать формально это тоже болитария на улице тут капитально забаррикадированы перемещаться можем только с помощью системы порталов портал тут это воткнутый в камень меч и я даже не буду говорить на что это похоже хорошо судя по всему нас ведет та самая дева в черном из nexus оставшая как я понял концептуальным прообразом хранительницы огня также присматривающих за транзитом локация крошечная тут все такие и завершается традиционно боссом с этим боссом мое знакомство было очень неприятным знаете ли комнатка маленькая столбы убить его не сложно особенно маком которым я и играл но зараза механика не дала мне этого сделать да встречайте совершенно иную концепцию сложности в dark souls ты погибал потому что противники были сильные все без исключения потому что входящий урон был серьезным даже у самых слабых существ что в общем-то и является концепцией честной сложности а не когда тебе намеренно меняет множители на входящем исходящем уроне такая модель работала при призыве фантомов на босса чтобы соблюсти баланс босс действительно начинал бить сильнее и быть жирнее в остальном же в игре все честно даже слабый зомби будет резать тебя мечом так что тебе точно хватит поэтому сложность состояла в концепции равенства игрока окружению а часто даже давление окружения над игроком когда какой-нибудь черный рыцарь или виверна или еще какая-нибудь тварь посильнее рядового моба могли если не ваншотнуть то с двух ударов отправить тебя на костер и говоря уже о боссах которым намеренно завысили силы увеличили здоровье до степени когда сражаться с ним было бы действительно тяжело но димон соус не таков тут все иначе боссы тут нихрена не сложная я по пальцам руки могу пересчитать тех кого не убил с первого раза а сразу не всех убил лишь потому что боссы в демонах действительно необычные для фромов тут их пытались разнообразить но сами по себе они очень легко убиваются если знаешь как это делать знаешь их слабое место которое тут есть почти всегда здоровья у них очень мало отряд из трех тяжелых рыцарей с копьем не доставил гораздо больше проблем чем любой босс в игре которых тут маловато по сравнению с трилогией тем более со второй частью однако с той же второй частью контраст ощущается огромнейший и это именно в пользу демонов антропоморфные боссы присутствуют но в количестве один штук в обычном виде либо же в необычном виде практически каждый босс имеет собственный подход некоторых из них не возьмешь нахрапом нужно именно подумать что собственно делать в этой ситуации порой поняв слабую сторону босса ты одолеваешь его буквально как последнюю шапку пинком сапога это работает не всегда благодаря той самой оговоренной новой концепции сложности игры а заключается она в том что demon souls это как вам сказать набор неудачных геймплейных и технических решений тени которых мы встречаем в душах до сих пор пофигу что некоторые противники гораздо опаснее босса пофиг что дорога к боссам непростая это было и в следующих играх тоже важно почему этот путь сложный в этой игре тебя убивает не противник тебя убивает кривая механика каждый долбанный элемент в этой игре сделан через задницу в игре нет прыжков есть лишь контролируемое падение точнее альтернативно контролируемое это когда ты думаешь что контролируешь его пока не прыгнешь и не улетишь на респ из-за анимации движения персонажа ты постоянно сваливаешься в пропасти про перекаты в четыре стороны с локом я вообще молчу в первом dark souls разработчики догадались увеличить пространство и это бесит но не так сильно однако вспомните арену капра демона за что мы так не любим этого босса не потому что он сильный он слабый и потому что там собаки да они мерзкие но тем не менее с ними тоже довольно легко справиться любому классу мы его ненавидим за то что арена очень неудобная demon souls вся такая даже хуже здесь настолько крошечные комнаты и узкие проходы что не дай бог ты возьмешь в таргет кого-то обязательно улетишь в пропасть и в боже мой какое совпадение половина локации в игре это и есть мостики над пропастью ну надо же того же людоеда невозможно в принципе невозможно убить держа цель в таргете застревание в текстурах она происходит постоянно спасают лишь перекаты но их опасно делать ведь если ты перекатишься будь готов улететь в пропасть да ничего нового камера dark souls покажется вам при всей своей упортости чуть ли не идеальной по сравнению с камеры демонов она замечательно может например показывать тебе внутренности убитого тобой монстра пока ты пытаешься сражаться с другим еще живым и этого монстра ты будешь тащить за собой и камерой замечательным старым добрым рэгдоллом еще более навязчивым чем мы его помним застревает камера не только в трупах а вообще во всем в поворотах в косяках в колоннах в стенах ты будешь просто сражаться вслепую такие вот тебе предстоят испытания это ребят иной уровень хардкора когда не враг силен а ты бессилен перед механикой баланс в игре снова возвращаемся к этому нет боссы слабые некоторые же обычные противники ваншотают конечно хорошо если ты играешь за жирного воина с кучей здоровья и находишься при этом в телесной форме а если ты маг вот как я тогда тебя будут ваншотить практически все а вот тебе с этим будет сложнее заклинания за милую душу могут попасть легко в ту же текстурку с другой стороны заклинания здесь действительно сильны и я был очень удивлен как в некоторых ситуациях маг легко преодолевает то чего огнем горели рукопашники мне рассказывали про 4 1 4 2 про 5 обелиск никаких практически сложности у меня с ним вообще не возникло об этом я подробно расскажу далее заклинания здесь не сбалансированы они жрут много маны но некоторые из них наносят просто колоссальный урон огненным штормом я убил большую часть боссов включая финальных архидемонов однако утекающая рекой мана делает трудным зачистку исследования самих локаций тут на выручку приходит эстус ну точнее приходил когда мне сказали что в dark souls 3 сделали полоску маны на манер демон соус я ответил что там-то это поди было как-то геймплейно подкреплено боже как я ошибался здесь нет эстуса как вида лечение происходит травой кучи сортов а восполнение пряностью до заживал травы занюхал пряность и в бой трава обильно валится с противников трава но не пряность пряность падает не очень обильно и лишь в одной единственной локации при том неплохая трава господи я будто наркоту толкаю неплохая трава стоит 300 душ а неплохая специи тысяча никак иначе восстановить полоски нельзя кроме телепортации в нексус и обратно костров напомню еще не придумали ты не можешь сесть за камень и отрегенить все что нужно ты телепортируешься в нексус а потом назад на третьей плойке это еще сопровождается и довольно продолжительными загрузками представляете насколько там тяжело было фармить а без фарма в этой игре вообще невозможно жить demon souls это единственная игра фромов про которую я могу честно сказать берите чит энжен и ломайте ее нахрен потому что если в душах фарм был идиотским но хотя бы более менее удобным то в демонах он идиотский и дико неудобный и я сам постоянно был близок ко взлому и только череда побед дала мне прилив уверенности в завтрашнем дне цены цены точно так же не сбалансированы как вы наверное уже поняли купить четыре пряности за косарь каждую чего хватит на одну полоску маны или повысить уровень хотите телепортироваться из любой точки в нексус не потеряв души ну да есть такая возможность помните перо обломок витого меча да а тут их нет есть осколки обелиска очень редкие и кстати продает падла лоскутик за 5000 каждую а камень эфимерных глаз позволяющий принять форму человека аналог человеческой фигурки или угля настолько редкий что за всю игру я нашел штук 20 не больше а еще их можно купить по 20 тысяч каждый и это с местной системы поищрения когда за убийство большинство боссов дают от силы 10-15 а без этого камня жизнь вам будет не мила уж поверьте вспомним вторые темные души погибая персонаж терял человечность и потихоньку здоровье вплоть до половины если он еще и грешник вплоть до 90 процентов вспомните насколько это было тяжело пока не удавалось заполучить фигурки хорошим потоком в демонах никакого потока нет фигурок демон наплакал при смерти ты теряешь свою человеческую форму и становишься фантомом да познакомься со своей новой ипостаси большую часть игры ты фантом при том как и во всех душах фантомы не издают звуков при шагах будто бы вас призвали вы не слышите своего топота звуки поворота будто вас в этом мире как бы нет потому что так оно и есть и это не минус сам по себе это интересно придумано но реализация этой идеи такая что большую часть игры ты будешь бегать неслышимо для себя наслаждаясь гудящей тишиной звуками окружения сюрреализм да и только но хрен бы с ними шагами вот честное слово при смерти твое здоровье урезается на половину если ты хилый маг то тебя и так уже ваншотили и ты научился уклоняться терпеть как говорится да регенерируй там по углам сучка однако магии этому хотя бы могут противопоставить магию чтобы вы ничего 150 хп ставили да мне любой черт ваншотнет не говоря уж о боссе дай-ка я возьму кварцевый клинок и кольцо крысы аналог красного слезного камня и огненные штормы сука сам всех ваншотну включая босса ну серьезно а войны им придется идти в рукопашную и с местной системой движения перекатов тем более терпеть удары им придется хочешь не хочешь то есть здоровье им критически нужно и вот ты вкачиваешь здоровье при повышении уровня тебе тут раз его таки урезали на половину у все таби пизда восстановить телесную форму можно тремя способами убить босса локации вот да и наш понимать что вот ты его убьешь восстановишься через три шага нечаянно свалишься в пропасть из-за насквозь деревянного управления и что следующего босса ждать способ 2 те самые камни эфемерных жопы за не совсем эфемерные 20 тысяч за штуку и не то чтобы с начала игры тебе их дадут купить и вообще с босса ты получаешь например 15 тебе еще пятюню на эти лена доплатить так что фарм бедные консольщики как же они жрали этот кактус и еще умудрялись его нахваливать хотя наверняка они мне сейчас расскажут что это просто у меня руки коревые они легко без фарма прошли всю игру им на все хватало способ 3 будучи в форме духа ты можешь оставить знак призыва да только будучи в форме духа обладающие телом лишены такой возможности зато они могут призвать кого-то по знаку чего не могут соответственно телом не обладающие такая вот немного странная конструкция за половину игры с онлайном я видел не так уж и много синих знаков да они тут синие если быть точным 3 знака на карте 1 4 ну то есть нормальных адекватных способов установить человечность в игре нет вы думали это все хрену лысого игра не только этим награждает игрока есть ведь еще тенденция господи как же мне нахваливали эти тенденции мол повышает реиграбельность новое ощущение чушь собачья тенденции это наверное худшее решение игры суть вот в чем стартуете вы с нейтральной тенденции локации и определенными действиями вы повышаете или понижаете ее при светлой тенденции враги обычные встречается больше союзных персонажей открываются новые пути появляется новый лут новый лут и пути открывается и в темной тенденции но помимо них в ней еще и враги наносят больше урона и дают больше душ казалось бы вот он фарм до черта лысого вам они фарм урона наносят значительно больше при чисто черной тенденции кажется плюс 50 а у чистого мага фантома всего здоровья 150 то есть любой пропущенный удар станет последним для тебя и появляются черные фантомы да до того как найти работу у нита они колымели у демонов мешая игроку и делая из его железной брони изящное решето убили босса тенденция стала светлее убили нпс или погибли сами тенденция стала темнее угадать теперь что у вас будет получаться чаще убийство боссов или собственная смерть да вы дойти до босса далеко не всегда сможете с первого раза и враги здесь совершенно ни при чем вы будете падать с обрыва попадать на богующий огонь застревать текстурках во время сражения с врагом ну то есть у вас будет только лишь черная тенденция чтобы ее сделать белой нужно сильно постараться если речь идет о честных способах то есть мало того что тебе и так сложно ты гибнешь раз за разом а игра как бы говорит тебе а на тебе еще больше сложно ти сучка теперь врагов станет больше и они будут все ваншот от тебя то сейчас понабегут адепты озверелого хардкора и начнут исходиться слюной о том что так настоящий хардкор и выглядит да в рот я ебал такой хардкор в чем тут интерес в искусственном усложнении игры растягивание прохождения если тебя убил враг не потому что ты неправильно с ним бился а потому что ты застрял в текстурке или зацепился камерой за колонну или кувырок сработал не назад или вперед а вбок в чем тут интерес и начиная все сначала с чекпоинта чекпоинтов на каждой карте точнее в каждом мире всего четыре один в начале и еще три после убийства каждого босса других нет это не хардкор это искусственные нагнетания того что пытаются выдать за хардкор если темные души действительно бросали вызов они были хотя бы проходимыми demon souls же местами чуть ли вообще не непроходим без хитрости использования багов механик в итоге ты хотел освободить мужика из клетки а вместо этого тебя накуканит его черный фантом и про призы нужные тебе забудь к счастью официальные сервера давно сдохли блин не думал что это скажу а неофициальный дает возможность самому выбрать тенденцию немного о серверах точнее о пвп как-то у меня вот не получилось провести ни одной дуэли кровавых пятен и надписей полно а вот знаков и вторжений не случалось но зато я почитал википедию и нашел там кучу интересных вещей например оружие жирающее за 45 ударов весь твой доспех иди потом чини его по конскому прайсу избалансная магии чудеса например отравление чума молчание если посмотреть описание оружия считающегося крутым у вас глаза на лоб полезут у меня не получается представить себе как же выглядело местное пвп наверное после каждого матча проигравший полчаса фармил душ чтобы восстановить потери и это еще раз приводит к мысли что если в ремейке полностью не переделают пвп в том числе или не сбалансирует заново все вещи и не уберут эту идиотскую тенденцию мира то играть в это будет невозможно шматизм шматизм от хорошо помните какой богатый выбор оружия доспехов и заклинаний был темных душах и чем дальше тем больше забудьте заклинание и чудес тут немного но они действительно интересно сделаны хотя некоторые работы через гузна оружие в достатке здесь претензий нет немало колец большая часть из которых затем перекачивает в лордран а вот доспехов катастрофически мало первую половину игры при определенной последовательности прохождения две трети игры вы будете проходить в одних и те же тряпках вот в чем родился в том и пригодился шопы закрытый перерыв на вторжение демонов более того в игре есть еще и разделение на мужскую одежду и женскую одежду и мужчина не может носить женскую наоборот хотя мы все с вами знаем что гомогейство это такой гена мужчина имеет полное право носить женскую одежду а женщина вообще никому ничего не должна она гордая и независимая от одежды самое забавное что за всю игру кроме маски дворянки в башне латрий я нашел лишь два женских сета сет палача как она там миральда что ли забыл имя прародитель милдред и сет ведьмы юрий прародителя ведьмы юрий притом доспехи идентичны даже внешность у нее идентичная голоса и роли только разные так вот ее одежда по описанию кишит в шаме знаете я лучше голым побегаю совершенно дурацкое решение тем более на фоне такого малого количества шматья впрочем рыцарем как обычно чуть легче тяжелых доспехов в игре больше чем тряпок и как я понял именно по этой причине в последующих играх отсутствует кристалл на поясе он бы как-то портил композицию вечно болтаясь без возможности его снять в целом конечно больше возможности по кастомизации игре бы не помешало однако помните как некий аноним жаловался что ему приходится во второй части носить аж три оружия в ячейках чтобы менять его по мере поломки я еще тогда удивился ты о чем вообще у тебя невесомый бездонный инвентарь следи за полоской меняя в любое время в небо и оружие нося с собой хоть тонну мечей однако это утверждение несправедливо по отношению к десу тут инвентарь имеет вес вес карл сука то есть ты тащишь на себе доспех оружие и мешок травы например да как лошадь максимальный вес не за горами достигнув его ты не теряешь способность двигаться и на том спасибо помните skyrim да зато ты теряешь возможность поднимать вещи если вес предмета который ты пытаешься поднять превысит твой максимальный вес то ты предмет подобрать не сможешь даже не увидишь что это за предмет а если ты его попытался поднять и увидел заветную надпись о перегрузе то как бы предмет тот считается уже выкинутым тобой и если ты уйдешь с локацией все ты его больше не увидишь уже никогда и даже не узнаю что это вообще такое валялось может очередная душа а может супер редкий артефакт что почему нет лучший клинок для мага керес просто валяется на подступах к стальному пауку без охраны и нехитро спрятанный единственный способ избавиться от веса это либо выкинуть но как говорил дядя федор чтобы дропнуть что мыть ненужное нужно сначала залутать что мыть ненужное у нас места нет либо же в нексусе отдать на хранение свое богатство доброму дяде тому который на поверку окажется честным и не спионерить ничего оставленного тобой на хранение в отличие от того жука из hollow knight как я потом случайно выяснил пытаясь вникнуть в тонкости заточки камни тут даже лежа на складе могут использоваться для улучшения оружия учитывая что камни и латы имеют самый большой вес в игре то это просто замечательно спасибо путину за это при том опять же мне как могу не нужно было таскать на себе тонну железа камни местный титанит обильно сыплящийся отовсюду мне не нужны были таких количествах мне нужен был очень редкий для артефактов вот и все а каково воинам с пудовыми доспехами и вечной нуждой в улучшении каждого элемента снаряжения разумеется об улучшениях я тоже умолчать не могу наверное только в третьем дарке наконец пришли к нормальной модели заточки есть титанит поделенный на четыре величины есть несколько видов самоцветов для скалирования есть драконий мерцающий титанит для артефактов и это все ценно во второй части переборщили с количеством обычного титанита обесценив куски но почему бы нет игре это не помешало в первой части еще не додумались избавиться от кучи разновидностей титанита белый синий такой сикой а знаете откуда идут корни такого дробления правильно 10 очков пухин дую для разнообразия в демон сол с тебе с каждой ящерицы из некоторых мобов будут падать просто тонны блин камней нагружая тебя до усрачки ящерицы тут к слову действуют по тому же закону не нужно гнаться за этой мразью встаньте там где она была на старте и перезапустите сессию и он снова появится ну и вот оказывается такие прорвы камней действительно обусловлены знаете чем они сука нужны именно в таком количестве до плюс 3 тебе нужны обычные камни а обычные камни есть тупые как некоторые да для заточки оружия зависящего от силы и острые для оружия зависящего от ловкости я точные цифры сейчас не вспомню но вот например тебе для плюс 1 нужен один камень для плюс 2 уже два камня для плюс 3 3 камня это нормально для плюс 4 тебе нужен камень побольше и обычный камень чуете да вы угадали чем дальше тем больше нужно камней твою мать чтобы получить ценный кварцевый клинок мне потребовалось проточить меч на плюс 8 я сделал это практически в конце игры ради одного момента потом скажу какого я всю игру собирал эти долбаные камни и знаете что мне не хватило их пришлось докупать а я-то думал куда мне столько потому что там нужен один очень большой двадцать три поменьше и ведро мелких цифра опять же приблизительная я не представляю куда местный кузнец их девать таких объемах из этой груды минералов можно построить ну медиума и разнести всю болитарю херам собачим у меня ощущение что он просто меня троллит и для закалки ему хватает одного камня остальном просто выбрасывает или продает падла такая кстати неудобно что есть два кузнеца кузнец лох и кузнец бог кузнец лох сидит в нексусе и не умеет закаливать столько точить а кузнец бог до него несложно добраться но все же добраться сначала нужно эта тенденция перекочевала и в темные души вообще тут нормальная ситуация когда торговца полезными шмотками хер найдешь а дойдя до него ты уже сто раз потеряешь душ и покупать быть просто не на что вам домонал из зены покажется отличным решением я вас уверяю не додумались тогда еще дома джул или лотрикского храма огня хотя последний визуально похож именно на нексус как же я скучал по той бабке который просто приносишь пепел и покупаешь у нее все необходимое спасибо хоть учителя магии чудес в самом нексусе сидят конечно их нужно сначала освободить ну как обычно есть у нас маг сопляк и маг башмак ну короче аналог григса и логана хотя григс из местного мага херовый он скорее орбек такой же надменный но на манер григса также воспевает великого мастера фрека фрек это логан маленькая шляпа точнее даже капюшон выглядит почти как лаврентий не тот который палыча тот который стопий его сначала нужно спасти зато он сможет транспозиционировать души боссов заклинания а еще есть ведьма юрия прообраз ведьмы юрия я уже говорил что конечно же намекает нам на то что действия dark souls 3 происходит через много лет на землях болитарии просто юрия это забыла или на то что димом соус 2 будет в хаммерфеле потому что как истинный редгардец юрия транспозиционирует души боссов в темные заклинания звучит круто но это разделение исключительно лоровые заклинания тут двух видов магии и чудеса при том как обычно их силы зависит от волшебства и веры соответственно а вот ячейки для каждого типа пока еще свои то есть магу придется немножко прокачать еще и клириканство чтобы взять хотя бы одно чудо впрочем необходимо хотя бы 10 очков интеллекта или веры чтобы с тобой вообще учителя начали разговаривать как с волшебником самих заклинаний чудес не очень много но они действительно интересные говорю в основном конечно за волшебство тут знакомые сгустки стрела и копье душ намеки на пиромантию огненный шторм шары шарики хотя пока что огонь тут все еще волшебство интересно то что души боссов трилогии можно использовать или или то есть ты делаешь либо вот это либо вот это хочешь заклинания хочешь вещь или две разные вещи тут же из одной души можно сделать на выбор два заклинания и оружие то есть манечкины рыдают кровавыми слезами впрочем они рыдают давно и всю игру исследовать мир чтобы подобрать каждую шмотку для коллекции здесь дико неудобно мало того что вес предметов мешает и может вообще запороть сбор так еще из-за посмертных штрафов не хочется делать глупости что это там за сияние такое похоже на портал что будет если я в него прыгну а что будет если наступить на лаву я успею перебежать да ну нахер даже пробовать не буду в задницу эти трофеи наверняка там мусор как обычно как вы понимаете мусор там не всегда местный геймплей не подстегивай к риску это вообще единственная игра фромов которой я чуть ли не шагом зачищал эти тесные помещения тесные помещения вот слышу такое что вы представляете ну да видеоряд наверняка уже не раз этот момент испортил но все же вот что вы представляете крепый сэн да правильно если вы представили именно ее вы в точности уловили суть этой долбаной игры забудьте про просторные двери фароса замок дранглей келлиум лой замок лотрика вообще про все забудьте тут у кого-то из ведущих дизайнеров то ли комплексы то ли сублимация эроса по фрейду здесь везде узко я не уверен что смогу словами передать вам ощущение от того насколько тут узкие коридоры огромное количество коридоров и все узкие они настолько узкие что я идя по ним боюсь что сейчас нахер застряну в них узкие коридоры узкие арки узкие дверные проемы узкие мостики над пропастями это 80 процентов покрытия местного узкого мира и дело тут не в реализме вот посмотрите ну кто так строит кто строит дома так близко друг другу что тут только такой худой как я пролезет и то лишь с вазелином очень странный дизайн очень неудобный дизайн тебе тесно не только в игре это ощущение передается уже на уровне психики тебе становится некомфортно ну и удобства технического это конечно же не добавляет будучи зажатым в такой теснине ты не сможешь махать железякой она будет биться о стены и скорее всего заклинание также успешно уйдет в текстурку а тебя накуканит куканом именно в такие моменты ты понимаешь насколько же тут сука деревянное управление у меня просто нет цензурных слов чтобы выразить всю глубину моей боли от местного управления от местного передвижения это боль это слезы это не сложность это возведенная в степень бесконечности унылость и неудобность за что мне все это за что вы мне так ненавидите что рекомендовали мне поиграть в эту прекрасную игру кто теперь мне оплатит лечение в пансионате темница душ для особо поротых лороведов а кстати на фоне такой кутерьмы есть очень странная фишка иду такой убивая врагов смотрю внизу толпа ну думаю песни где они где я подхожу к ограждению и тут персонаж сегает через перила ну нихуя себе да теперь в некоторых местах тут можно карабкаться или спрыгивать с одной стороны это и правда удобно сколько в трилогии было подобного рода условностей мест которые можно немножко крякнув в доспехах то но перелезть особенно ими полнилась вторая часть но ты не мог потому что невидимая стена и иди-ка ты сука в обход что мы зря его рисовали что ли но опять же тут такое сигание через перила сделано далеко не везде с тем же успехом там могло просто не быть препятствий где нужно вы все равно точно также не пройдете пока не получите бумаги туалетные две пачки на полчаса это забавно но такое вот новшество в кавычках не играет роли скорее даже путает ибо раньше ты с ним в трилогии не сталкивался зато вот такое обилие чекпоинтов да делает первостепенные задачи поиск коротких путей шорткатов шорткаты всегда удавались на славу миядзаки в первой части они тоже играли серьезную роль во второй почти не играли чисто декорация но выбор был в третьей их вообще опразднили в димон соус они играют просто архиважную роль ты весь путь судорожно думаешь сука где же я пропустил поворот сейчас же поскользнусь на говне и сломаю шею придется снова переться весь путь а некоторые пути тут до усрачки запарные и когда ты открываешь очередной шорткат ты реально оседаешь в кресле ты чувствуешь себя силачом всемогущим особенно на болоте да кстати о болоте я к сожалению пока не прошел блатборн повторюсь и не могу с полнотой знаний подходить к сравнению локаций но уже сейчас можно делать определенные выводы как же однако мало уникальных локаций в дарк соус и опять же вторая часть выигрывает в этом плане хуже всех сделана третья если смотреть с такого вот ракурса она копирует первую часть и димон соус замок лотрика копия болитарии иногда чуть ли не на 90 процентов мост к принцам это один в один мост к пронзающему полный анализ я сделаю после прохождения блатборна но в целом разнообразие локаций тут рваная есть интересные и красивые а есть болитария и болото особенно болото да больше болот их же так мало было за всю серию третьем дарке вон аж три болота сделали в димон соус обошлись всего двумя одно не обязательно не токсичное другое обязательно и токсичное худшая локация в игре противовес этому отличная башня королевы это вторая локация латри могу напутать названием четвертый обелиск тоже шикарен весь красивые просторы почти нетесные крепости подземные храмы сложные враги интересный босс а потом ты возвращаешься в болитарию найти улочки с проходами шириной в один гроб или на болото не уж лучше в гроб потому что низкая дальность прорисовки и низкая видимость на локации в целом а также невозможность перекатываться стоя по колено в дерьме делает эту локацию одной из самых неудобных за всю серию в принципе если не самой а знаете что еще делает локации неудобными любые локации освещение свет и тень делают львиную долю атмосферы наравне с музыкой звуками я всегда в этом говорю и если с последними тут почти полный порядок то освещение то есть понимаете я догадывался что идиотским освещением можно угробить атмосферу но я даже не подозревал что и можно угробить геймплей помните про кристал освещающий путь так вот он тут не выключается стоя на открытой местности персонаж нормально смотрится вокруг светло если ты в светлом внутреннем помещении идет некий засвет то есть персонаж немножко сияет и отвлекает засветом от окружения не по ощущениям а чисто технически то есть видимость ухудшается если комната маленькая темная каких тут полно то свет отражается от стены тебе хоть что-то видно правда и тут тебе свет бьет прямо в глаза и создается такая контрастность из-за которой разглядеть что-то не всегда возможно если же помещение большое темное не видно вообще ни хрена но не радуйтесь тут проблема не в источниках света а именно в неправильно настроенной контрастности которая в купе серый палитр и цветов даже в коридоре при определенных условиях делает невозможным разглядеть что-то стоящее от тебя на расстоянии шага включая даже стену то есть ты входишь в дверь и не понимаешь ты сейчас в коридор вошел или в комнату тут обрыв или пол из-за темноты и здоровья сгульки носки реально приходится шаг за шагом поверять идя вперед щитом это нихрена знаете не интересно конечно с одной стороны можно выкрутить яркость на максимум но только вот это не спасает сильно-то и делает и без того серую картинку еще более серой источники света вы о чем вообще единственный источник света это ваша задница которая будет ярко полыхать от отсутствия освещения замыкая таким образом логическую цепочку вы только посмотрите на эту падлу вы гляньте он использует заклинание школы иллюзий свет которому его явно научили в коллегии винтерхолда будь она не ладно вот крыса в игре нет факелов в игре нет летящихся шапок нет заклинания света а это гнида сидит и светит тут хотя я уверен будь у нас такое заклинание она бы тоже работала через жопу и засвечила бы все так что уж лучше пусть остается как есть я надеюсь что и в этот раз найдутся рабы пепла которые расскажут мне что у меня просто монитор и телевизор говно что для игры в проект одиннадцатилетней давности нужен телевизор за 70 тысяч рублей исключительно 10-битной матрицы и никак не меньше зато должен признать микродизайном тут полный порядок до комнатушки маленькие нормальная камера это можно было бы исправить но нормальная камера нет не слышал вот девиз demon souls но в каждой комнате будут стулья столы на столах это или столовые приборы канделябры в храме скамейки в тюрьме будут кандалы и горшки зеленой дряни в гробы даже на сраном болоте в этой бета-версии чумного города будет видно что эти твари тут именно что живут как-то топе и башни латрии будут навевать чуть ли не лавкрафтовскую атмосферу что просто прекрасно и приходя в nexus высаживаясь на свои места персонажи будут класть рядом свои вещмешки такого даже в последующих играх нет а очень зря в общем глядя на такой микро дизайн вторая dark soul со своими пустыми комнатами просто рыдает звук в игре очень странный лаги на эмуляторе были но дело не в них он неправильно распространяется в наушниках ты просто не можешь определить откуда исходит этот звук потому что звук исходит отовсюду особенно это мешает башни латвии то есть латрии да где несколько этажей везде кто-то ходит воет скрижи щит и ты как дурак вертишься на месте думаешь что это к тебе подкрадывается и устав от этого ты в итоге не поворачиваешься когда к тебе реально подкрадывается сзади звук очень странно отражается от стен будто персонажи говорят в матюгальник жить можно но на кой так жить я вас спрашиваю гораздо лучше дела обстоят с музыкой да тут еще встречается привычная уже разрозной стилистики вы можете сколько угодно со мной спорить и доказывать какая тема демона тельца классная она может вам нравится но глупо отрицать что она выполнена в определенном таком японском как я его называю какофоническом стиле не присущим атмосфере первого дарка половина боссов озвучена именно в этом стиле а вторая половина в ином темно-фэнтези не говоря уже храме огня прекрасной госпоже озере золы которые по исполнению уже больше смахивает на японщину на классную завершающую композицию и на тему гвина которые вообще не похожи по стилю ни на одну композицию в игре мелодия шикарная но она даже исполнена так будто просто вот по-быстрому нужно было сбацать на пианини чтобы успеть к сдаче игры в продажу ни подводки ни плавности просто бабах там 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 да только ко второй части композитор стал придерживаться одной стилистики вы не найдете ни одной мелодии убивающиеся по стилю кроме разумеется мелодии горгулий но это потому что она взята из первой части и какие сам босс просто дань уважения оригиналу даже история в третьей игре там как раз мелодия гвина здорового человека и с плавностью и с подводкой в демонах разумеется такого еще нет там как первом дарке часть композиции довольно в таком японском стиле часть в другом более подходящим атмосфере мелодия нексуса красиво по демонически красиво это я а то и что называется мелодия нексуса она звучит лишь после середины игры прямо как в третьей части темных душ где тоже можно мелодию сменить а то что мы слышим пол игры это мелодия дева в черном она тоже очень красиво завершающая мелодия прекрасно не эпилог и не остатки конечно но мы знаем теперь откуда они берут корни тема девы острые просто шикарно как сам босс наконец-то я понял откуда она я часто ее слушал брал в перекрестке но не прочувствовал теперь прочувствовал тема ложного идола тоже очень красиво в остальном же ничего запоминающегося но даже перечисленного хватит чтобы назвать саундтрек довольно удачным такие вот дела и это я еще не припомнил целую кучу мелочей вроде прокачки навыков по одному необходимости следить за тенденцией чтобы прокачивать артефактное оружие бесконечное срабатывание аналога удара щитом который тут делается удобнее но ударяется в другую крайность срабатывает даже тогда когда тебе это нафиг не надо еще более бесячие из-за кретинского захвата целей перекатов собаки вы представляете да еще более бесячие чем во всей трилогии вместе взятой хотя они тут обычные даже не нежить дублирование раритетных вещей вроде кольца регенерации за чего теряется их уникальность и смысл покупки падение вниз по какой-то непонятной параболе и вечно не по той по которой надо медленные подъемы спуск никакого ускорения при этом нет персонаж медленно подходит и медленно очень медленно лезет вверх или вниз разумеется ему за это время уже навтыкают ведь спрыгнуть с лестницы нельзя и спрыгнуть с места которому лестница приставлена тоже нельзя длинных лестниц не так уж много в игре но даже короткие будут бесить однообразный лут 70 процентов которого составляет твердой души и трава в принципе здесь контента очень мало для такой продолжительной игры я бы не придирался к этому если бы процесс не был искусственно растянут всей этой искусственной сложностью синий дракон синий дракон как отдельный вид надругательства над геймдизайном и еще тонна мелочей о которых быстро забываешь но на которые нельзя не обратить внимание по мере прохождения если плюсы разумеется есть помимо перечисленных вот например тут красивые бэкстебы и парирование в отличие от дарк соус 1 и 3 а еще тут да про боссов я уже говорил да знаете мне проще рассказать вам о том как я проходил локации заодно и вспомним все эти самые плюсы наверное поэтому возвращаемся к тому с чего начали оплашав на боссе с названием авангард который подозрительно напоминает демона прибежище я был раздавлен его жопой но по ходу дева в черном от меня и новой ты не особо ждала я погиб но душа не была захвачена демоном ее перехватил нексус нексус теперь отрезан от остального мира как выяснилось сюда попало не так уж много человек вот на ступеньках сидит удрученный рыцарь ощущение такое что у него даже голос тот же самый если честно я уже не помню но думаю он вам покажется знакомым тут также кладовщик необходимость которого я вам уже описал золотой человек-человечище и кузнец который не кует всю игру один меч он сука не стучит почему нельзя было сделать также в последующих частях ну впрочем это я уже придираюсь кстати тут тоже заметно некая рваная стилистики первая встреча с кладовщиком удрученным рыцарем происходит с катсцены остальные нет у остальных персонажей катсцены отсутствует видно на ранней стадии хотели вести катсцены диалогов но потом передумали а эти вырезать не стали нексус нельзя покинуть обычным путем но обычным путем демонах вообще ничего не делается все только через анальное отверстие в данном случае через вот эти вот камни тут у нас стоят шесть обелисков каждый из которых ведет на свою локацию которые технически называются по номерам и под номерам например 1 1 1 2 то есть первый мир первая локация и таких миров тут пять шестой обелиск сломан и за это он очень любим игроками ведь почему-то именно его адепты теории единства принимает как один из важнейших аргументов мол это ж дранглейк оказывается точнее даже него на земли гигантов напавших на дранглейк класс да почему-то куча других отсылок на дранглейк и вторую часть их не смутило почему-то их вообще не смущает факт того что трилогия душ целиком сплетена из идей что мы уже видели в демонах но эта тема для отдельного разбора теории единства миров которые я обязательно устрою как только рожусь в крови в общем суть в том что шестой обелиск который по идее 5 должен был ввести в dlc которая так и не вышла остались только наработки обычным путем которые не увидеть согласно лору из тех самых земель и начал распространяться туман поэтому обелиск разрушили чтобы это распространение остановить но это его лишь замедлило самое забавное что эта локация частично все же присутствует в игре там находится нексус то есть по факту мы в ней всю игру и находимся ведь эта крепость висит в воздухе высоко над тем местом куда и вел разрушенный обелиск в конце станет понятнее что и почему так что это не подтверждение гипотезы это просто отсылка как и многое другое ну и вот остается у нас пять миров никак друг с другом не связанных хотя что я все миры до миры это один мир и географические они очень даже связаны за исключением обтуманенной болитарий просто попасть из нексуса в эти локации пешком невозможно поэтому вот пользуемся порталами изначально открыт только один из них это болитария 1 1 и собственно ныряем попадаем в ту самую легендарную болитарева который я столь много уже слышал начало стоит сказать неплохое по сфере это место напоминает подступ к вратам нового лонда и одновременно замок лотрика хотя по разрухе и отсутствие лоска это скорее город нежити но тут хотя бы просторно но лишь до поры очень скоро мы входим в ближайший переулок и все и на эти все да здравствует узкие как проходы и это узость немного портит впечатление однако в целом что можно сказать об этой локации замок есть замок башенные стены и их нутро камень дерево ощущение как от обычной старой игры в фэнтезийном сеттинге противники тут не особо и сильные поначалу полые ну то есть они не полые конечно хотя в каком-то смысле все же полые души у них больше нет но по крайней мере не нежить да даже как-то необычно играть в игру с механикой dark souls и видеть живых противников и полосгнивших а именно живых зато с классификацией их проблем не возникает это в dark souls была дилемма какой расе отнести и то или иное существо а тут все просто есть люди и демоны есть пара иных рас но они тоже уже либо одержимы демонами либо опустошены идеально ну так вот слабые зальдаты проблем не доставляют но есть и те что еще не очехлели есть копейщики традиционно прикрывающиеся щитами есть стрелки арбалетчики сразу хочется отметить что стрелки в демонах это отдельная пехота то есть это не солдат меняющий арбалет на меч если близко к нему подойти при сближении он совершенно беззащитен темп стрельбы медленный поэтому если ты добрался даже до толпы стрелков ты разделаешься с ними в два счета в чистую враги вообще в целом не блещут особым разнообразием как и многое другое в игре самое странное что опасность их зависит от набора возможностей а именно от мувсета то есть если он бьет слабо но опасно то с ним нужно быть осторожнее а если ваншоты но при этом мувсет просто предсказуем то разобрать его по кирпичкам легко кроме мувсета играет роль конечно и скорость много медленных врагов а стрелковое оружие при этом никто не запрещал возвращаясь к прохождению арбалетчики собравшись в толпу на расстоянии могут доставить проблемы особенно при поддержке союзников пехотинцев войны прикрываются щитами в могилу верует нормально копеечки бесит как встану защитную стойку так и стоят падлы заклинание огня решает эту проблему сбивая щитную ману жалко вообще магу на первых порах приходится жутко экономить на мане поэтому меч в руки и вперед рукопашную какой позор зато вот синие рыцари способные доставить проблему рукопашникам беззащитный перед магом при правильном подходе первый удар снимает 80 процентов здоровья второй нужно подловить иначе он будет заблокирован однако в одном из мест меня ждал красный рыцарь то есть он такой же как и синий только глаза светятся красным он он сука копейщик вот именно из-за последнего из-за постоянного прикрывания щитом дальние атаки и стремительности он убивал меня много раз подряд пока я не плюнул на него вернувшись к нему уже более прокачанным я с огромной радостью обнаружил что за ним нет ни хрена ни ценного приза ни парохода возможно там тенденция возможно я просто лох чилийский но душ я на этой гниде просрал немало зато с малым волшебным здоровьем его это самое здоровье можно было легко регенить обильно валяющийся из врагов слабой травой очень порадовала в кавычках виверна ну то есть дракон да здесь это дракон он очень странный работает строго по скрипту я ожидал от него приставучесть и достовучесть а по факту нужно просто понять где начинается триггерная зона его прилета и быстро перебежать мост а я между прочим минут 20 пытался его честно застрелить с моими то проблемами с маной за что вы так со мной впрочем по сравнению с синим драконом который тоже тут сидит красный просто душка дальше пошли слезняки со щитами копьями которые отсылает нас к фаланге из ариамиса впрочем не только они открыли двери и шорткаты мы переходим к боссу который так и называется фаланга и представляет он из себя собственно фалангу то есть куча таких вот голпитов которые фалангой защищает сердцевину тут хочется обратить ваше внимание на то что я ждал от боссов игры не обязательно чего-то неординарного но хотя бы интересного и должен признать я это самое интересное получил я боялся что из-за кривого управления которого я уже хлебнул в 1-1 сполна и выматерился как следует я не смогу никого из боссов победить с 1 2 и 20 раза к моему удивлению я почти всех боссов убил именно с первого раза ну вот взять ту же фалангу атака в лоб обречена щиты надежно прикрывает желе само оно кстати по моему не атакует понятное дело нужно обижать сзади однако и сзади тоже прикрывает то есть уже приходится соображать как его победить а прятаться нужно за колоннами так чтобы голпиты немного разъехались в сторону и обнажили сердцевину сам босс умер довольно быстро душу мы кстати получаем не сразу после гибели босса а подбираем ее с камня телепорта о открываю инвентарь и дописание за лором и что я вижу душа невероятной силы сожрите чтоб получить много душ а а лор сука где лор где лор любовский да у нас вот теперь вот так вот в описании лора почти никакого нет и хер знает кем была или был этот фаланга до преображения что он сделал с городом что там с ним связано ну то есть если мы убили разверства дракона там квилек орнштейна мы могли узнать либо их происхождение либо что они там наворотили либо еще какую-то важную информацию тут же с описаниями предметов беда особенно если это расходуемые предметы к ним относятся и души в том числе и боссов лорд тут подается еще скуднее чем в трилогии ну и продолжая тему лора после победы над фалангой возвращаемся в нексус восстановив человечность и сталкиваемся наконец с девой в черном наконец-то теперь у меня есть секс символ на всю игру дева действительно красиво и приятно говорит она с акцентом выделяя букву r делая эмоциональное ударение на некоторых словах так будто невольно соблазняет тебя вот тут ее фраза тогда коснись демона внутри меня это прекрасно и да видно что хранительница из третьей части душ списана в основном с нее обе слепые обе про касание внутри говорят только одна за классику а вторая больше по тьме внутри скучает обе перемещаются по храму сейчас она отсылает нас наверх к увековеченному раз уж мы не просто хер собачий каких тут много ходит а реально мощные дяди или тети с перспективой на будущее сбираемся наверх оглядываем нексус действительно красиво но сука там наверное самые узкие коридоры из всех что я видел в игре хотя скорее всего это не так но тут хотя бы светло и сидит какая-то толпа мертвых увековеченных и вот я вроде бывалый я понимаю что он скорее всего может где-то среди них и прятаться мы уже это видели на примере юля но сука я полчаса наверное искал его и наверх пытался ходить и вниз и по лестницам спускался и по лесенкам в том числе а он сука таки да прячется прям тут на виду козель этот ребенок объясняет нам в общем-то лор начальной заставке нам дали вводную которую я уже рассказал кстати заставка странная сделана с эффектом старой пленки будто речь о документальном фильме теперь же нам немножко добавляют информации чтобы все не пошло по приключениям была создана каста таких вот увековеченных что скрепляли реальность мира как я понял чтобы из одного в другое демона не хлынули и 11 алантов оушена вроде особо не бедокурили но двенадцатый аланд захотел выпендриться на выборах видимо и разорвал ткань реальности поэтому проснулся старейший тот самый первый демон и все пошло-поехало балетарио наводнили демоны многие стали одержимыми могучие демоны теперь держат так сказать районы покуролесив балетарио они разошлись по всему миру с тем же успехом нексус запечатали сделав возможным проникновение наружу только через обелиски а дева приняла в себя демона чтобы иметь возможность помогать приключенцам и давать им силу потому что на кого еще надеяться в такой кризис как и на случайно проходимца армии же нет вон она гуляет обезумевшая по мере прохождения игры мы найдем скудное количество информации еще и о том что каждое королевство пала по-своему это интересно итог везде один повсюду демоны твари вроде драконов мародеры и всякая падаль беда наша задача раз уж мы решили идти вперед а не сидеть тут на ступеньках и ныть уничтожить всех могучих демонов по всей даже не стране а чуть ли не по всему миру они дают силу старейшему без него он будет искать себе новых пешек и обязательно свяжется с нами вот тогда то мы должны будем послать его нахуй и усыпить навеки видишь как все просто да лысый мальчик вижу ладно пойду коснусь демона внутри той девки что ж теперь разблокированы все обелиски иди куда хочешь точнее куда можешь по традиции тут можно агрестись за день и в тот район поэтому я решил не выпендриваться идти дальше по болитарии слова после победы над фалангой в неxus прибыла делегация с клириков и маг клирики учить меня не стали бы мало во мне веру и вообще пошел отсюда а вот маг надменный как черт таки соизволил продать мне заклинания слова в отсутствие костра мы не только не можем чинить оружие автоматически мы еще не можем распределять заклинания сами только подойдя к магу учителю он кстати сразу начинает заливать про великого мастера фрека понятно логан большая шляпка знаю великого все поля окей встретимся с ним как-нибудь сразу ясно что крутые заклинания только у него они у этого поца а ладушки погнали дальше болитария 12 сперва подземелье где встречается некий рыцарь забыл его имя но необычное отрава авата встречается второй раз к этому моменту забыл сказать он вечно в беде проблема в том что после того как мы перебьем всех врагов и спасем его он продолжает шастать по локации рискуя нарваться на неприятности быть убитым запоров нам побочный квест простой но все же с одной стороны путешествующий дружественный персонаж действительно классно смотрится с другой ему пусть сделали бы хотя бы возможность окончательно не погибнуть от рук превосходящих сил врага далее локация идет через мосты которые полирует огнем красный дракон вот не имется ему шило в жопе попытка убить ни к чему не привели как обычно еще бы с двумя атакующими заклинаниями вообще поражать воздушные цели тут очень трудно к этому еще вернемся в 41 зато попытки анализа привели к выводу что пробежать его пыхи очень легко тебя пытается подловить арбалетчики но маги лавировали лавировали и выловировали и так три секции а знаете где они не выловировали в подвальных матью помещениях этого акведука где сука стая собак ох уж эти собаки как же они меня выбесили то есть они везде бесят да но тут им помогает еще и кривое управление вот этот сраный лог и перекаты разумеется узкие как мышление дизайнера коридоры зато уровень короткий и прямой как кишка заблудиться невозможно дизайнерский он никакой просто длинный мост и в конце башенка одним словом слабо первая локация хотя бы давала хороший разгон с этим множеством переходов улочек ну так себе концепт босс рыцарь башни очень странно что находится он не в башне а на плато то есть он рыцарь плато огромная такая делда со щитом и копьем он в общем-то сам размером с башню и при нем играет странный саундтрек такой а а Ну ладно, это я, наверное, придираюсь, так можно и саундтрек Гвиндолина исполнить, и в моём исполнении он будет точно так же идиотски выглядеть. Сойдёмся на том, что он мне просто не понравился и всё. Да и сам босс тоже так себе, ему помогает толпа арбалетчиков на стенах, и я решил начать с них. Закончив с ними, я обнаружил, что если стоять за стенкой, несмотря на визуальное прохождение сквозь них метаемых в тебя копий, ты остаёшься невредим. Ранили тебя, беги и отлечивайся. То есть ты можешь встать там и уйти пить чай, есть борщ, играть в нарды, а боссы-арбалетчики будут просто вежливо ждать твоего возвращения. Войну, конечно, придётся чуть сложнее, но я закидал его стрелами души. А вот дальше меня не пустили, мол, ты чё, пацанчик, ты ж ни одного архидемона ещё не заборол, какой вперёд, вали отсюда, пока мы тебе тут сами не наваляли. Оказывается, в каждом мире есть два босса-демона и один архидемон. Кроме Балетарии, там три демона. То есть иди-ка ты в другой мир, дружо. Ладно, пойду. Я выбрал обелиск Короля Норы и попал на локацию... Ну, наверное, правильнее сказать, на локацию гномов. Потому что уже и мельче проходов я не встречал. Эти граждане на гномов не похожи. Похожи они на уродов. Но мы натурально пробираемся по тоннелям и шахтам. Если вы страдаете клаустрофобией и долго терпели, то на этом ваше прохождение закончится, я гарантирую. Каменный клык чем-то интересным мне не показался. Снаружи, да, интересное начало, а внутри всё те же крохотные комнатки, даже, наверное, ещё меньше, чем во всей игре. Где-то разделённые лавы, где-то перекрытые. И куча шахтёров. Иногда встречаются болитарийские аристократы. Страшные дядьки, но не для магов страшные. Магу тут, в принципе, не тяжело, хватало бы маны. Местные недогномы, уязвимы к колдовству. Тут я сдох всего раз, когда решил проверить, можно ли ходить по лаве. Какая прелесть. В конце меня ждал меч Кирис, усиливавший мои заклинания, и босс-паук. Босс-паук, паук огромный, кто мог это предсказать? Босс-паук, паук огромный и враждебный, да, хуя! Стальной паук. С ним бой напомнил мне платформер, игру на каком-нибудь там, не знаю, дэнзи, да? Мне, как магу, близко подходить было не надо. Главное, ворачиваться от его паутины. Если попался, следующий огнешар тебя обжарит. Тут поможет заклинание, усиливающее защиту от огня. А от огнешаров уклоняться очень легко. И так потихонечку босс-паук отъезжает от стрел душ. С первого раза. Не впечатлил. Уклоняться от паутины с таким кривым управлением неприятно. А бежать до босса заново было бы очень неудобно. Ну, раз пошла такая пьянка, полез я дальше. А дальше у нас подгорная локация. Лифты и шахты с целой толпой уродов с кирками. Взрывающиеся вагонетки, которых легко избежать, но не дай бог попасть под взрыв. Это иногда ваншот. Немного красных фантомов. Ну нахер. И выход в ущелье, где нас ждет лоскутик по кликухе гиена. Эта неразрывная гиена, как обычно, прочит нам сокровище. От которым беспалевно так расположился огромный жучара. Пытаясь сэкономить ману, я колотил его мечом добрых до хрена времени. Да, колотушка моя уже давно стала бестолковой железкой. А про керес я вообще забыл. Охшат склероз, да. Таких жуков встречается немало. На открытой местности они почти беззащитные. В тоннелях жутко бесит, потому что жирные. Земляные черви статичные. Попадание в голову их ваншотает. Только иногда попасть непросто из-за того, что постоянно дергается. А вот летающие жуки это та еще мразота, как и все летающие в игре. Попасть по ним чем угодно, это то еще испытание. Думаю, лучникам тут будет проще всего. Дело в том, что они даже летая могут провалиться в воздушную яму, резко сменив свое местоположение. На них тут проще плюнуть и бежать дальше. А дальше у нас тоннели. Просто прелестные узкие тоннели, в которых может прятаться хер с кочергой, может плавать взрывной сгусток, может своей тушей перегородить все гигантские жучара. А бежать тут можно далеко не всех, а ведь это путь к боссу. Босс огненный Сагалидатай, обычный двуногий двурук, местный балорок, которого откопали тутошние гномы, оказался таким же невыносливым, как его коллеги. Но с первого раза мне его убить не удалось из-за дебильных перекатов и множества колонн, в которые ты вечно утыкаешься и в которых застревает твоя камера. Зато второй раз он у меня сам застрял в таких вот колоннах, за что и был мной расстрелян. Босс так себе. Может против бойцов с этими его АОЕ-атаками и пойдет, но мне как-то не понравилось. И арена подстать. Вообще вся локация обелиска в целом мне не понравилась. Ничего красивого и интересного, одни только узкие коридоры. Но за керес, конечно, спасибо. В конце меня ожидаемо ждал архидемон. Забавно, что подход к нему не был защищен никем, просто лестница и снова босс. Бог драконов. Тот самый из заставки. Вот тут я умирал много раз, я даже не помню уже сколько, ну раз пять точно, скорее всего даже больше, пытаясь нащупать тактику. А суть тут в том, что его не убить прямыми атаками. Он тут нечто вроде ложа хаоса, огромный, сильно лупит, меня так вообще ваншотает. Но сам умирает от чиха в правильное место. Мне показалось, что нужно привлекать его внимание и разбивать колонны, чтобы бежать дальше. Но тогда он меня все равно настигал и плющил. Оказалось все еще проще, это стелс-миссия. Пока он не смотрит на тебя, ты перебегаешь через мостики и ныкаешься за колоннами. А те самые завалы, как выяснилось, можно оказывается разбить самому. Будучи магом, это делается через жопу, но все же делается и вполне легко. Кстати, вместо бинокля у нас тут телескоп. И он совершенно бесполезен, целится, не помогает вообще. Просто для созерцания. Хотя квилек здесь нет, так что что там созерцать непонятно. Короче, тут у нас есть два магических гарпуна. Дважды загарпунев мио-драги, ты сделаешь его совершенно беззащитным. Иди и допинай ногами. Вот и весь архибосс. И должен сказать, он мне понравился. Нужно думать раз, выглядит красиво два, локация красивая три, добраться до него просто четыре. Легкий по итогу, да, но это не аргумент. Для некоторых сложных боссов серии игры у хромов вообще в принципе не существует. Есть те, кто и медира запинает за минуту. Снова Нексус, закупка заклинаний, расходников, слезы, по Эстусу. Вообще, должен сказать, что атмосфера тут, как и положено, унылая, поэтому интересная. Такие же, как и в Дарк Соулс, жизненные диалоги, здесь не придерешься. Сначала я решил, что раз убил Архидемона, то можно дальше Болитарио шатать. Отправился в 1.3. Локация оказалась больше, чем другие в этом обелиске. Тоже полно коридоров, в которых тебя уже чаще ждут опасные воры с их сраными ножами и анимациями неуязвимости и красные рыцари с копьем. Тут главенствует одержимая демонами аристократия, вечно сующая тебе палки в колеса. То ворота перед носом закроет, то напердит и убежит и вечно ржет при этом. Ну ничего, ничего, всех накуканем. Однако я подумал, что не очень-то мне удобно с тремя заклинаниями тут бродить. Надо будет попозже вернуться. По какой-то забавной случайности я вспомнил к тот же момент о закрытом проходе в начале. Тут я открыл срез и получил аж два ключа. Вдруг какой-то из них от того самого прохода. В итоге, да, я помог аж троим. Первый снова тот рыцарь в беде. Зовут его, кстати, Острава из Болитарии. Да, постоянно влипает. Оказывается, он ищет своего отца здесь, короля. Путем несложных вычислений приходим к выводу, что он такой же Острава, как и я. Дело в том, что другой персонаж скажет потом, что у короля есть живой сын, и он, по слухам, в Болитарии. А зовут его, никогда не угадайте, Ориона Алант. То есть Алант 13. Вот этот поворот. Второй освобожденный, собственно, тот, кто это скажет, Бьер из Клыков Близнецов. Аналог Сигварда. Также засыпает на поле боя, да и манера речи похожая. Преданный слуга короля Аланта, который, видя, что вы освобождаете Болитарию, всегда будет стараться вам помочь на боссах без вашего спроса. Кстати, странный подход, но да ладно. И третий узник локации 1.3 это Ведьма Юрия. Как и своя близняшка из Дарк Соус, Юрия такая же скромная и стеснительная, застенчивая, переселяется в Нексусы и делает из душ боссов заклинание. Ну, наконец-то. Однако Болитария мне надоела. Пойду-ка я на теле в Башню Латрии. Башня Латрии и вообще весь обелиск королевы это... Это как если бы Анор Лондо строил Говард Лавкрафт. Первая локация – огромная тюрьма с кучей заключенных. Локация дико темная, и тут мне пришлось выкручивать яркость на максимум, иначе играть вообще невозможно. Сама по себе локация технически мне очень не понравилась из-за своей концепции. Найди ключ от западного крыла четвертого этажа, там найди ключ от восточного крыла третьего этажа, спустись, там найди еще ключ, потом еще, и еще, и еще и так бесконечно. Зато тут система ключей замков меня бесила всегда в играх. Притом коридоры узенькие, а враги мощные. В качестве стражников тут натуральные летиды расхаживают, которых я называю мудозвонами, потому что они постоянно звенят в колокольчик. У них есть такая гадкая манера кастовать парализующие заклинания, а потом идти тебя целовать в засос. Не для того моя розочка цвела, я на правах мага раскидывал их в легкую, лишь единожды был застанен ими, и то в тот момент он сдох. Да, тут у меня снова преимущество. Еще тут тонны заключенных, вооруженные бесят, могут и отравить, кстати, легко, но даже те, что безобидные, бегают толпой и мешаются под ногами. Недоразумение на первом этаже легко убивается позиционной перестрелкой, ведь укрыться от выстрелов очень легко. Огромная осадная башня заставила меня позлиться, из-за нее мне пришлось час, наверное, не меньше обыскивать уже осточертевшую к тому времени локацию, а ключ, оказывается, лежал прямо тут, ну еб твою. А быстро бегать тоже не получится, потому что, погоди-ка, ты что, хочешь срезаться? Вот хер тебе, тут в полу дырка, потому что леса при постройке сняли до поклейки обоев, вот. Так что обходи давай долгой дорогой, сучка. Дело в том, что локация и правда атмосферная, и действительно выполнена в лавкрафтовском стиле. Чупальцеголовые враги, зеленоватая палитра, бесконечные крики узников, повсюду трупы, пыточные инструменты, железные девы со скримерами, валяются трупы полусъеденных крыс, опять же, как у лавкрафта крысы в стенах, да? Горшки с непонятным варевом, гробы, в которых, судя по размеру, уместилось бы до пяти заключенных за раз, хотя кто их знает, может на то и расчет. Огромная куча трупов приключенцев, пытавшихся проникнуть в эти места, скелетов, персонажей, говорящие о том, что спасения нет, горгульи на парапете. Я мимо них проходил с большой опаской. Че, первый раз замужем, что ли? Не знаю, что они сейчас оживут, да? Хм, не ожили. Ну ладно. Дизайн шикарен, но огромное количество дверей и общая давящая атмосфера, разумеется, угнетают. Впрочем, сложной я бы башню не назвал, она скорее сильно запутанная. И, наверное, здесь я провел больше всего времени, поэтому она мне так подбешивает. Сдох я тут всего два раза. Первый, когда я из-за кривого прыжка упал в пропасть около вот этой вот гигантской башни. Второй, когда меня застрелил стелс-фантом на подходе к боссу. Кстати, там же я нашел крутую палочку и чувака, который говорит, что не навредит мне. Но я вижу, что явно подо мной арена с боссом. Зная, таких вот не навредит. У меня татуировка на жопе в виде ступни лоскутика. Как я позже уже выяснил в конце игры, да, я правильно его грохнул. Эта падла воскрешает босса. А босс тут классный. Ложный идол. Вообще, с лором у королевского обелиска порядок. Я весь его пересказывать не буду, но сюда ссылали в том числе и избалитарий провинившихся. Сама Латрия была страной мудрецов и таким Винхеймом. Но потом король погряз в разврате, который тут не уважали. И королева его погнала из страны с саными тряпками. Только затем король вернулся, руководя демонами, и отомстил как следует, превратив всю Латрию в тюрьму. Одержимые демоны начали питаться душами заключенных. Королеву, видимо, тоже пустили в расход. Но по-тихому. Ее место занял демонический двойник. Так как королеве поклонялись как святое, люди продолжили это делать по инерции. Вот этому ложному идолу мы и идем бить его ложную репу. Идол впечатлил меня внешним видом. Красивая дева с четырьмя руками. Представляете, что она может именно творить? В одной из них у нее широкая, продолговатая такая палочка. Даже не знаю, что сказать. Никаких ассоциаций. Красивый, спокойный и опасный саундтрек. Арена непростая. Повсюду лавочки и местами прихожане мешают ходить. На полу раскиданы невидимые парализующие мины многократного действия. Сам идол атакует магией довольно сильно. Зато прекрасно огребает от огня в ответ. Однако при повреждении она клонирует себя на манер вихря. Можно прятаться за колоннами и тут снова для мага получается позиционная перестрелка. А что, мне нравится. Босс опасный, но интересный. И красивый. Да еще и с секретом. Не убей я того дядьку на балконе, босс бы возрождался постоянно. А после него, не давая забрать лут, нас уже привычно уносят какие-то крылатые уроды. Гаргульи. Угу, такие ожили. Понятно. Здравствуй, локация 3-2. Так как в 3-1 я все же освободил мага Фрейка и купил у него крутые заклинания вроде огненного шторма, я чувствовал себя заметно увереннее на локации 3-2. Локация представляет из себя чуть ли не мосты, висящие над пустотой. Все та же тягучая лавкрафтовщина. Повсюду жутковатый амбиент, слышно рычание чего-то хтонического на горизонте. Летают красноглазые гаргульи, повсюду черные облака, темно как в заднице у Ридгарда, пульсирующие мясистые нечто огромных размеров впереди. Атмосферная локация шикарна, без дураков. Хотя я боюсь представить, как с местными перекатами здесь тяжело рукопашникам. Но еще раз повторю, локация отличная. Оказалось, это не пустота, просто мы высоко на вершинах башен. А можно спуститься на уже знакомых лифтах, куда вы думали, да, в болото, и там встретить натурально-человеческую многоножку. Да, отдельно победи ее, отдельно ее хвост. Как же хорошо, что я маг. Нижняя часть локации опциональна. К слову, тут я встретил юрта, который также заперт в клетке и подозрительно напоминает лотрека. Нет, нет, хватит мне лотрека, подумал Штирлиц, и укокошил юрта сразу. В задницу его разговоры и вот эти вот его типа «давай освободи меня». Суть локации в следующем. Вот этот вот мясистый колобок подвис на двух цепях и мешает нам пройти. Значит, цепи нужно разорвать, погасив два огня на башнях. Тогда открывается дорога к боссу. Людоедом. Я не могу себе даже представить, как горит от него урокопашников. Лок на цели тут жизненно опасен, просто противопоказан. В моем случае горел сам Людоед. Арена очень узкая, атаки у него по площади. Уворачиваясь, нужно не умудриться свалиться вниз, ведь перил-то нет. Моя боевая доктрина основывалась на огненном шторме. Это, как оказалось, просто охренеть, насколько мощная вещь. Ману жрет, как не в себя, но урон колоссальный. Даже без усилений, только с Керес в руке, я почти убил первый раз Людоеда. Но идиотским перекатом ушел в пропасть, не зная, что за спиной у меня уже второй Людоед пристроился. Второй раз я просто не рассчитал начало касты и был затоптан за это ногами. На третий я его прикончил очень быстро, слава солнцу. Нет, огненный шторм тут просто невероятно крут. Решив с наката глянуть, что там за архидемон, я увидел классную заставку, где... Сейчас, внимание, полый призывает Хейзл. Ну, в общем, старый монах. Местный наместник. Тавтология, да. Короче, управитель, клепавший в этой башне демонов. Арена красивая, заставлена стульями, на троне сидит этот мудак. Как выяснилось, его мантия одержима демоном. Мантия, а не он сам. Поэтому он поехал кукухой. Передав мантию фантому, он отбросил коньки. А фантом, ну, это будущий желтый король и Еремея, а потом и Хейзл. Визуально на Хейзл похож больше. Собственно, босс — это красный фантом. Как я потом выяснил, это ПВП-босс. То есть, как судья аргу, которого идейно списали со старого монаха. Или как зеркальный рыцарь. Тогда я еще был в офлайне, поэтому у меня был НПС. Нужно ли говорить, что вся сложность тут только в восстановлении маны, пока этот хрен валяется на полу после огненного шторма? Еще один архидемон за бород. Осталось только два обелиска, не считая конца болитарии. Я слышал ранее рассказы о том, какой же Доодори сложный четвертый мир. Поэтому решил его оставить напоследок, так сказать, на сладкое, пойдя в пятый. Обелись к вождя. Долина Скверны. Сраный чумной город, будь он не ладен. Прародитель всех этих болот и помой к всей трилогии. Именно на этом моменте у меня получилось подключить онлайн. Поэтому к общему антуражу добавилось еще огромное множество кровавых пятен. А в целом тут мрак и жопа. В прямом смысле этого слова. Сверху дождь из говна. Снизу дно из говна. Посреди доски, политые говном. По доскам ходишь ты и стараешься не поскользнуться на говне и не улететь в говно. Повсюду недоеденные трупы собак, крыс. Огромное множество засад, причем тех, которые нельзя раскрыть. Ты бьешь лежачего, но фиг там, он не встанет, пока не будет скриптовой команды. Ну, хоть с яркостью тут проблемы нет. Можно вернуться к прежним настройкам. Крики, вопли, хрипы будто со всех сторон. Но, опять же повторюсь, магу тут не так уж тяжело. Благодаря заклинанию сгусток души. Кастуется быстро. Звук, кстати, классный. Урон наносит очень серьезный. Здоровые дяди, создающие проблему, улетают стабильно. И в жопу все эти ваши засады. Вообще, я никогда не был согласен с тем, что магам проходить трилогию очень легко. Потому что это не так. И демоны тут тоже не то чтобы сильно от этого отличаются. Но на этот момент, когда душ уже хватает на пряности и уровне, когда есть керес и, главное, крутые заклинания, маг чувствует себя, если не вольготно, то весьма уверенно. Местный босс продолжает традицию местной стилистики. Большая жижа из говна по имени Торговец Пиявками. Ни одной пиявки он мне, кстати, так и не продал. Я не знаю, наверное, его не просто убивать, стоя по колено в счастье, перед ним и огребая токсинные отравления, но вот тут вот, вот здесь вот, на дощечках, есть такая стрелковая, знаете ли, позиция. Даже воин может взять лук или арбалет и накуканить это недоразумение. Босс откровенно херовый, зато из его души делается отличное отравляющее облако, которое сильно, прям вот очень сильно помогает. Можно, набравшись терпения, очень многое натворить. Например, мне удалось отравить красного дракона, вернувшись в Балетарию. Долетался, сука? И, представляете, из его души, из души этой твари, ничего нельзя сделать, только расщепить ее. Потрясающе. Ну, 30 тысяч, конечно, тоже на дороге не валяется. Возвращаясь к локации 5.1. В целом, дизайнерски она выполнена хоть и отталкивающе, но все же отлично. Ну, а сложность... Да, тут сложно. Наверное, кому-то. По-любому. Поэтому я могу ее похвалить. В отличие от 5.2. Ведь у нас тут спуск, наверное, в худшую локацию в игре. Огромное токсичное болото, наполненное врагами. Хорошо оно хоть травит ядом, а не чумой, иначе на лотосах разорился бы. Враги неприятны, но маг легко сжигает этих какодемонов. А вот что делать воинам, я не представляю. Перекатываться в грязи нельзя. До изобретения ржавого кольца оставалось 2 года. Мы плакали и терпели. Попытавшись перекатиться, ты получаешь медленную классическую анимацию прыгающего хавила. Если делать это в бою, то это верная смерть. Именно так я и погиб единственный раз здесь. Жирный хер с дубиной подбежал и просто прибил меня той самой дубиной, пока я перекатывался. Сражаться с ними можно только на островках. Спасают сгустки. Но говенность локации еще и в том, что тут мало ориентиров. Не рекомендую собирать местный лут. Или хотя бы затем разбрасывайте свой. Ведь только по светящимся огням можно понять, что где находится. Потому что видимость тут отвратная. А дождь, льющийся сверху, из-за твоего свечения становится натурально желтым. Что как бы толсто намекает на то, чем тут тебя поливает. Хотя, как это ни странно, я довольно быстро сориентировался здесь. Собравшись на доски, я встретил только мелких врагов, которые отлично горели. Очень мне не понравилось то, что в одном месте, в котором невооруженным глазом можно распознать засаду, противники спавнились бесконечно. Ну что за дела? Кстати, я тут нашел кольцо регенерации. Очень полезная вещь. Проблема только в том, что я тут нашел уже второй раз. А на другой локации я нашел кольцо регенерации маны, которое до того купил у суки Лоскутика за баснословные деньги. Ну что за халтура? Вообще, малое количество лута и контентом в целом, и его однобразие. Бич данной игры. Дойдя до поселения, я уже было выдохнул, но зря. Само поселение-то просто мрак. Вспомните обычную тесноту игры, помножьте на уже более сильных, хотя визуально обычных врагов, на яд, токсин и местами болота, на бесконечные засады, на узкие мостики, и вы получите тот самый чумной город вашей мечты. С перекатами в четыре стороны, да. Особых сложностей не встретил, но продвигался я там очень осторожно и очень медленно. Часто магия не попадает по врагам, они могут стоять за стенкой и даже не видеть тебя, но отвернись хоть на секунду, и раз ты покойник. На мгновение отвлечешься, и эта ошибка будет стоить тебе жизни. Почти нигде не передохнуть, только если перебить всю шелупонь. И моральный выдох. Открыть срезка начала уровня. Ох, это ж прям ментальный оргазм. На босса я пошел без подготовки, без колец, нужных заклинаний. Однако меня встретил еще один говиной голем. Называется Грязный Колосс, но это действительно голем из грязи и экскрементов. Шо, у кого-то сомнения? Напрасно. Он неслабо бьет этой самой грязью, даже на расстоянии накладывает токсин, да и арена местами с провалами в соответствующие лужи. Но даже обычным огненным шариком, без всяких усилий и штормов, я с ним разделался с первого раза. Увы, именно в этот момент у меня на диске закончилось место, и запись отказалась сохраняться. Но в целом босс получше торговц с пиявками, хотя тоже не особо интересный. После одного грязевого гиганта ставить другого, почти такого же, это странное решение. Чуть менее странное, чем после одного драконию всадника ставить сразу двух. Ну а дальше классический спуск без врагов к Архидемону. И не зная кто там, я уже по надписям о разбитом сердце понял, о чем речь. Ведь я слышал о ней в заставке. Дева Острея и ее телохранители вместе со многими ушли в Балетарию через туман, но из ее группы выжила только она и ее друг детства Гарл Винланд. И Острея заслужила доверие местных. Будучи целителем, она лечила их раны, язвы, чуму. Разумеется, она впитала в себя всю эту демоническую грязь, став самым нечистым в игре Архидемоном, и в то же время самым благим. Такой вот парадокс. Она сначала просит нас уйти, но выбора нет. Ее защищает Гарл, защищает Толкова. Мне пришлось об него намеренно убиться, чтобы вернуться уже с огненным штормом, против которого не устоит никто. Понятно, что Острея в итоге послужила прообразом для прекрасной госпожи и частично Розарии, а Гарл для паладина Лероя, Вильстадда и даже Эйгена из Карима. После смерти Винланда, Острея называет нас ублюдком, мать твою, и говорит, что раз мы все равно тут всех поубивали, то идем мы в задницу со своей жаждой крови и совершает самоубийство. В общем, еще один сиф, над трупом которого хочется рыдать. Вроде бы и правильное дело делаем, необходимое, а вот кому-то наносим добро и причиняем справедливость. Босс, вот именно как босс, по механике никакой, просто NPC с частичной поддержкой клирика, но Лорна, он просто шикарен. И сопровождается он лучшим, на мой взгляд, саундтреком в игре. Это, это прекрасно. И после убийства Остреи музыка в Нексусе сменилась на мрачную органную, будто бы в память о ней. Ну что ж, осталась та самая сложная и чумовая локация, Обелиск Сумрачных. Не знаю, чего я ждал. Тяжелых врагов, неудобный левел-дизайн, кретинских боссов или всего сразу, но я получил лучшую локацию в игре без дураков. Да, трудности были, но лишь на этапе ознакомления. Итак, 4.1. Что тут у нас? В принципе, все части локации — это такой остров посреди моря, под открытым ясным небом, по которому летают скаты. И руины крепости. Это красиво. Крепость почти без теснин. Вы только подумайте. Самые просторные крепости. Атас просто. В этих крепостях древние племена проводили ритуалы, и поэтому тут для демонов теперь пир. Враги — прародители скелетов колес. Учитывая их бесконечную выносливость и еще то, что мобы любят тут восстанавливать здоровье травой, они, по идее, могли бы стать сложными соперниками. Но на этом уровне лично я их ваншотил огненным сгустком. Скелеты стрелки также. Главное не попадаться под выстрелы. Скелеты с катанами — две вспышки. Золотые скелеты с мечами от 3 до 4, если ставят блок. Разве что здесь есть иллюзорные стены. Это единственное место, где я их встречал в игре. И вот в узких проходах, на манер Риамиса, тут тоже прячутся вот эти вот скелеты. Но и тут тоже можно как-то вывернуться. Кстати, на этой же локации я нашел ворону снагли. Пупурум, пикапи, ну вы знаете. Менять ничего не стало, не до нее было. Но я даже не удивлен. Традиция же должна откуда-то брать начало. О, а вот и демон авангард. Помнишь меня, сука? Твоя жопа точно помнит, она меня расплющила. Ох, я на нем и тянулся. Основную проблему на локации, по идее, должны составлять те самые летающие скаты. Они как лучники Анорлонда, сбивая тебя своими стрелами. Только в них еще очень трудно попасть маги, так как они постоянно перемещаются, а заклинания летят медленно. Из-за этого их не всегда можно убить нужной тебе позиции. Спасает щит, но не всегда. И, разумеется, стрелять они в тебя будут на узких мостиках, охраняемых мощными скелетами. Впрочем, тут с врагов валятся останки душ, аналог красивого черепа. Не пользовался ими, как и аналогичным заклинаниям. Первую локацию я пробежал вчистую, но полег на боссе. Не хватило здоровья в духовной форме. Босс странноватый, зовется судьей. Выполнен интересно, атакует языком с нижнего этажа, ломая пол верхнего и нанося приличный урон. Моя ошибка была в том, что я думал, что он не достанет меня у туманной стены. Однако, все же слепая точка у этого босса вроде есть, судя по надписи на полу. Впрочем, второй раз я просто бегал и лечился. Так я и закидал его заклинаниями. Вполне неплохо, что я могу сказать. А вот 4-2 уже было сложнее. Вначале мне показали смерть с косой, которая, поржав надо мной, начинает вызывать духов. После ликвидации целой пачки этих самых духов до меня таки до первого, что они идут бесконечно. Меня ввело в заблуждение то, что с каждого исправно падают души. То есть это очень удобное место для фарма. Да и другие враги оставляют приличный душ. Появляются духи на одном и том же месте. По лестнице я идти побоялся из-за этого. Потом просто встал на край моста и расстрелял эту смерть. Отлично подошло заклинание огненных шариков. Прям идеально. В теории тут можно упасть, но у меня как-то так всегда получалось изловчиться. Да и шарики в этом плане хороши из-за скорости и формы каста. Тут, кстати, нас снова поджидает падла Лоскутик с его «Ой, там сокровища, смотри!» Пришлось посмотреть, потом вернувшись. Иначе он в Нексусе потом не появлялся, а мне как раз-таки торговец нужен был. Ой, ну кто бы мог подумать, он обновил мою татуировку. Никогда такого не было. И вот опять повторилось. На выходе из этого помещения снова скаты, снова узкий мост, снова скелеты. Но если там с горя попала можно было пробежать, то дальше снова смерть с косой, вызывающая уже стреляющих лазером из глаз духов. И вот они для меня стали серьезной проблемой. А в конце перед ней стоит еще невидимая тетка. Тут я умирал много раз, пока не нащупал тактику, которая сделала пробежку математически легкой. Повторяйте за мной. Вбегаем, проходим на дальний от прохода мост, убиваем теней. Встаем на край мостика и огненными шариками сжигаем умертвие. Кстати, тут есть иллюзорная стена с другой стороны, и там интересный лук. Выбегаем наружу, кастуем заклинания, скрывающие нас от врагов, аналог хамелеона. Угу. Выбираем атакующее заклинание и бежим вперед. Убили трех скелетов, можно подождать, а можно бежать дальше. Я предпочитаю подождать и обновить невидимость. Скаты при этом тебя вообще не замечают и не стреляют. Это прекрасно. Обновляемся, бежим дальше. Два золотых скелета. Кастуем сгустки, подбегаем, они раскрываются для удара и получают порцию магии в черепок. Отбегаем, снова кастуем, снова подбегаем, второй сдох. Забегаем в пещеру, ждем, когда спадет невидимость. Снова кастуем ее и бегом вниз. Около первого духа кастуем сгустки. Кстати, не забывайте следить за маной, полоска должна быть полной. Бежим дальше, без остановок, также убираем вторую тень. Встаем около камня, обновляем невидимость, сжигаем огненными шарами, штормом или вспышкой и смерть, и сгустками убиваем осторожно тетку. Усё. Дальше проблем не будет. У меня не было. Дальше улитки в воде и взрывные сгустки. В конце босс. Вот ж я думал, часом не наваляет. Но увидев повязку на глазах, у старого героя я подумал, он шусь слепой. Таки да, кастуем тихий шаг и он нас не слышит. И просто крушит воздух. Огненные шарики кастуются, пока зажат триггер. При этом заклинания можно уже менять. Так можно легко понять, когда тихий шаг рассеялся. Обновляем и продолжаем. Осторожно уворачиваясь и перебегая туда-сюда по гробнице, ты легко победишь босса, насладившись отличным дизайном уровня. Вот так. С архидемоном мне было чуть сложнее, потому как эта тварь постоянно ваншотила меня. Так что я сдох тут намеренно, потому что взял не те заклинания. Там ведь нужно было сбить сначала кучу мелких скатов. Второй раз меня убила эта падла, третий раз я снес его без труда. Но босс красивый и явно снова намекает на то, что голова не только для того, чтобы шлем носить. Это радует. Ну и осталась у меня только последняя локация. Балитарии. Частично уже исследованная. Куда я и вернулся. Длинный мост, похожий один в один на мост к замку Лотрика, вел нас к боссу Пронзающий. Босс как босс не заметил ничего особенного. Тут мне на помощь еще пришел Сигвард из Катарины, точнее Бьер. Только вот он завис в процессе и просто стоял на месте, а босса я убил сам. И я думал, что по традиции следующий архидемон будет через дорогу от костра, но нет. Предстоял долгий и нудный путь к нему. Именно тут я нашел те самые три знака призыва и потом долго ругал себя за то, что не призвал никого. Потому что враги-то ладно. Обычный замок я уже привык. Фантомы, они не возрождаются. Легкие для мага. Рыцари и аристократы, да черт с ними. Но вот дракон, сука, да, тот самый синий дракон, которому стало скучно. Опциональный мини-босс, будь он не ладен. Этот сраный дракон, это худшее, что есть в игре, серьезно. Сначала я пытался его убить, но урон по 80, это не серьезно. Ладно, понятно, тут можно пробежать. Это я вижу уже, как можно сделать. Удалось. Но дальше он сел у входа в замок и начал жарить. Из-за кривой реализации вообще непонятно, куда конкретно он пыхает, а пых его ваншотает меня. Там снова Бьер пытается помочь, но Херонова из арбалета застрелит. Я несколько раз перепроходил эту локацию. Удалось забежать за дракона. Матерясь, удалось найти точку, где в него можно хотя бы попасть. Ты что ж за кретин ты его делал? Но у меня не оказалось нужных заклинаний. Скрипя зубами, я вернулся, и потом у меня просто не получалось пробегать мимо аристократов, потому что они жирные, мосты узкие, планя ваншотает, а коллизий сделан тут через гузна, блять. И тогда я понял, если я не убью эту суку тут, я вообще никуда не пробегу. Потому что уже начался синдром неудачника. Это когда постоянно умираешь, 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 и у тебя как-то все хуже и хуже получается. А с местной системой, когда тебе все сложнее и сложнее, это реально все сложнее и сложнее. Но с моим уроном, короче, я полезно педевикию, и оказывается, там его можно только ранить. Можно отравить и добивать волшебством, если ты маг. Хорошо, как поднять урон? Ага, ясно. И вот тогда я отправился сначала покупать, а потом точить меч на плюс 8, докупая ресурсы, чтобы получить кварцевый клинок для единственного дракона в игре. Больше он мне ни для чего не понадобился. Он увеличивает атаку на 60% при 30% здоровья. Потом пошел в 3-2, чтобы в светлой тенденции найти ключ от камеры в 3-1, чтобы там выпустить синего духа и найти кольцо крысы, которое еще на 30% увеличивает урон. Аналог красного слезного кольца. Потом я попытался вторгнуться в 3-3, чтобы заполучить этот сраный тюрбан, усиливающий магию, но никому так и не приконнектился. Пошел в 4-2, забрал там Макото. Пошел назад к дракону, попытался ранить себя об арбалетчиков. Сдох от набежавших рыцарей воров. Попробовал ранить себя Макото. Долго, сука. Снова попробовал арбалетчиков. Получилось. И вот тогда дракон-тварь огреб. Урон был действительно нехилый. Больше 400 за удар. Побежал дальше. Сдох от него на входе. Со второго раза добежал до него. Забежал в безопасную зону. И убил нахер эту суку. Господи. Да провались это говно в варп. Бьор заснул, на ступеньках снова ждал сын короля. Он сказал, что искал отца, но увидел, что это лишь его демонический двойник. С горемом покончил жизнь самоубийством и предстал в виде черного фантома. Ну а дальше долгий и какой-то дофига прям ответственный, напряженный подъем к королю. Я чуть помедлил войти в туман сразу. Так, знаете, морально готовился. Все-таки последний фактически босс. Ну, в данном случае предпоследний. И, в принципе, у Лорнона обоснованный такой трепет. И, сука, лифтеры меня опустили снова вниз. А потом снова вверх. Лифт едет не меньше минуты. То есть как минимум три минуты я катался на лифте. Прелестно. Ну и далее красивый бой с ложным королем. Он напомнил мне по стилю нечто среднее между Преследователем и Алоном. Однако бой, хоть и был напряженным, и я чуть не крякнул, король был заборот с одного подхода. Все. Финал. Назад в Нексус. А там уже открывается проход к Старейшему. И Дева ждет нас. Отправляемся вниз на те самые Северные земли. Красивое побережье, на которое приплывает этот самый Старейший. Обилие Корней как бы намекает на подобное же явление в трилогии. Хаос, Алдия, Драконы. И внутри последний босс. Не шибко сильный, крайне медленный, старый король Аланд XII, устроивший местный апокалипсис. И желающий, чтобы демоны уничтожили мир просто потому, что ему грустно. А если мир уничтожить, то грустно уже никому не будет в новом мире. Угу. Кто бы сомневался. После смерти этого куска слизи, Дева благодарит нас и начинает усыплять Старейшего. Тут, как я понял, мы можем убить Деву и заменить последнего босса, пустив все усилия по ветру. Либо уйти. Я ушел. Хватит миру страдать из-за амбиции очередного недалекого королька. Старейший и Дева засыпает навсегда, и мы получаем ее душу. Затем традиционные титры под красивую мелодию. И без нашего спроса сразу начинается новая игра плюс. Такая вот игра. Вполне возможно, что после моего пересказа вам играть-то в нее не захочется, потому что, в общем-то, это почти все, что есть в игре. Да, я знаю, что не встретил еще всех первобытных демонов, не нашел Дорана, прародителя Гундира и второго названия Дранглейка. Но в целом это вообще все, что тут есть. И, как видите, очень многие важные аспекты сделаны так, что послушать и посмотреть на них со стороны, возможно, интересно, а вот играть в это неприятно. Я, скажу вам честно, играл в это с такой скукой, просыпаясь только на Латрии и на острове, что без шуток меня клонило в сон. Это скучная и неудобная игра. Не без своих плюсов, разумеется, но по большей части все они субъективны. В нее можно играть как этакому энтомологу, смотрящему в лупу на игру, как на нечто, что дало рот прекрасной трилогии. Но как отдельный самостоятельный проект, Demon's Souls — это откровенно слабая и посредственная поделка даже по тем временам, и ни о какой проверке временем речи идти не может. Даже Blaze of Time мне показался интереснее. И опять же возвращаемся к ремейку. Слово ремейк подразумевает, что они действительно хотят переделать игру. Переделывать, кстати, будут не сами разработчики, а другая компания. И мне очень любопытно, что же у них получится в итоге. Потому что с этой кривой механикой, с перекатами в четыре стороны, с идиотским локом, состреванием в текстурах, доодуре неудобной камерой, несложными боссами, отсутствующими кострами и прочими геймплейными неудобствами, которые я перечислял, с непроглядной темнотой помещений, с багующим звуком, с малым количеством контента, с несбалансированным PvP, с общим медленным темпом игры, с тенденциями, и с этим сраным синим драконом, со всем вот этим, в том виде, в каком все это есть сейчас, играть в Demon's Souls на новой платформе будет невозможно. Ну и плюс ко всему, мне действительно очень хочется посмотреть на перезадание за 7 тысяч, потому как туда напихали столько новых призов. Ну да, pay to win. И скажите мне, что вот это вот не pay to win. Оружие, броня, это все, возможно, действительно можно будет купить потом. А если нет, кто его знает. Но вот такое огромное количество душ на старте, это, извините меня, можно с самого начала прокачаться, так что будешь чувствовать себя вольготно вообще всю игру. Разве что они все-таки переделают полностью систему прокачки с нуля. Эй, да, посмотрим. А на этом я с вами прощаюсь. И помните, синие тарелки красивые, но коричневые, сука, прослужат дольше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok